Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина приглашает сахалинцев отметить начало нового учебного года 1 сентября 2023 года. Такие традиционные афиши можно было увидеть на всех информационных порталах Южно-Сахалинска 9 месяцев назад. Но тайфун, обрушившийся на областную столицу в ночь на День знаний, изменил планы сотни жителей и гостей города. Ночной потоп нанес серьезный ущерб инфраструктуре парка. Директор учреждения Виктор Калюжный до сих пор со слезами на глазах вспоминает ту ночь. Что-то внутри щелкнуло, когда был такой сильный-сильный дождь. Это время был почти час ночи. Я услышал сильный-сильный дождь и почему-то вот какое-то было предчувствие, что какого-то горя. То есть я собрался на машину, сел на машину и поехал. Как раз вот самый пик дождя был. Я заехал в парк и вот на моих глазах поднималась вода. То есть на моих глазах озеро разлилось так, что от нашего тюлени осталась только одна голова и вода шла, начиная от лодочной станции и кончая теннисными кортами. Любимое место отдыха жителей и гостей областного центра превратилось в месиво из глины, старых пней, поваленных деревьев, разломанных и подтопленных объектов. Больше всего пострадал стадион «Космос». Там было по фаре автомобиля, было столько воды. То есть вот по краю трибуны все это было в воде. У нас в это время лежал еще тераковер. Мы же готовились к дню города. Тераковер лежал, стояла сцена. И только то, что тераковер был прижат сценой, он не уплыл никуда, потому что мы бы его потеряли. Стихия разыгралась в ночь с четверга на пятницу. Утром мэр Сергей Нацадин провел совещание по чрезвычайной ситуации. К ликвидации последствий сразу приступили специалисты завода имени Федотова, а также прибыли на помощь многие сотрудники городских учреждений культуры. Работники департамента культуры, работники всех музыкальных школ, школ искусств, да, все пришли в парк, в принципе, и, ну, максимально, что мы могли, что-то пытались сделать. И когда увидев объем, сколько нанесло ила, поняли, что без помощи жителей города мы просто не справимся. Сотрудник парка Кирилл Пигун давно работает в учреждении. Когда случилась беда, вместе со всеми устранял последствия циклона. Друзья, знакомые, там близкие люди пришли поддержать, помочь в трудную минуту. И все вместе мы устраняли последствия тайфуна. Мало кто остался равнодушным к случившейся беде. В субботу, 2 сентября, ликвидировать последствия тайфуна собрались более 2000 человек. Сахалинцы приходили целыми семьями. Владельцы автомобилей с лебедками разбирали завалы из вырванных с корнем деревьев. Мне очень сильно переживала, болела душа за стадион космоса. Потому что на стадионе космоса было где-то порядка 15-20 сантиметров ила поверх того поля, шикарное поле, по которому мы в свое время боялись ходить в кроссовках. На нем было только слои илы. И я понимал, что если мы сейчас этот ил не уберем и быстро поле не промоем, то потом мы поле не восстановим. Поэтому во время субботника огромное количество людей в этих грязных болотных сапогах собирали эту жирчу с поля. И мы выносили за пределы поля, потом оттуда вывозили. Сегодня в парке продолжается работа по устранению ущерба, нанесенного циклоном. Проводится берегоукрепление, высадка цветов и деревьев. Кроме восстановительных работ, порадует парк и новыми объектами. У нас появится пешеходный фонтан. На радость детям и на горе мамам, когда в самый ненужный момент будет вырываться поток воды. И за целью дети будут приходить, чтобы уйти оттуда мокрыми. Оборудование уже получено. Осталось установить новое развлечение для маленьких гостей. Кроме того, появится в парке и место для юных любознаек. Заканчивается проектирование. В ближайшее время приступим к строительству научной детской площадки, которая будет интерактивной, с элементами обучения. Такая серьезная, серьезная. То есть она чуть ли не единственная в России будет. То есть мы будем первыми. Также будет проведена работа по объединению строящегося центра водных видов спорта с территории парка. Там очень красивые дорожки будут, очень красивое благоустройство будет сделать. Будет высажено очень много деревьев. Между тем, с наступлением тепла можно наблюдать, как ежедневно увеличивается количество посетителей. Посмотреть на красоты южно-сахалинской достопримечательности приезжают островитяне из разных районов. Каждый год приезжаю любоваться сакурой. И вот приехала в этом году. Вообще красивый парк, красивые фонтаны, все красивое. Ольга Шестакова часто посещает парк с внучкой и очень тепло отзывается о любимом месте отдыха. Сейчас вообще он очень обновлен. Очень хорошо сделали речку в этом. Озеро, очень чистая вода в этом году. Благоустроили его вообще шикарно. Вообще. Он у нас, мне кажется, самый лучший на Дальнем Востоке. Прям прелесть. Кроме отдыхающих, любят пройтись по дорожкам парка в обеденное время и сотрудники рядом расположенных организаций. Действительно, наш городской парк, во-первых, мне кажется, лучший парк на Дальнем Востоке. Во-вторых, лично для меня, наверное, входит в топ-2 лучших мест для спокойного, комфортного отдыха всей семьей. Здесь приятно проводить время с детьми, можно покататься на аттракционах. Ну или вот, как сейчас, в обеденное время, спокойно прогуляться и отдохнуть от трудовых будней, от суеты. А вот подрастающему поколению хочется большей активности. Для Роберта Кона и его друзей место встречи изменить нельзя. В парке ребята проводят много времени. За что я люблю наш парк? Потому что тут есть поле большое, где можно поиграть в мячик, в волейбол, во все что угодно. Есть площадки разные, трюковые. Например, можно на самокатах разные трюки делать. Коллектив парка делает все возможное, чтобы городская достопримечательность и дальше радовала островитяны, гостей областной столицы. Сегодня любимое место южно-скалинцев и гостей города стало еще краше и с нетерпением ждет посетителей. Яна Боимбетова, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok